Друзья, всем привет! Не секрет, что на данный момент времени я строю гоночный болид. Но сейчас в этом видео речь пойдет не об этом. Речь пойдет о полезных вещах. Хочу поделиться с вами методами, с помощью которых я сверлю отверстия, стыкую суппорта, чтобы все получалось очень соосно, чтобы все было быстро и как я нарезаю высококачественную резьбу. Смотрите, стыковка суппортов с поворотным кулаком. Как же это сделать? Естественно, все надо вымерить, чтобы все было точно. Но как сделать так, чтобы отверстия были абсолютно соосными? Вот как здесь. Наверное, все об этом знают, по крайней мере 99 процентов. Но возможно у кого-то возникают с этим трудности. Итак, как же это делаю я? Во-первых, чем-либо нужно зафиксировать. Фиксирую обычно струбциной. Потом вручную насверливаю вот здесь лунку сверлом. Сверло должно быть диаметром вот такого, как надо. То есть здесь 10 с небольшим и я десяткой сверлю. В таком случае сверло никуда не уведет. Логично, правильно? Хотя смотрите, под резьбу нужно сверлить меньшим сверлом. Чтобы вы понимали, обычно все сверлят сразу восемь с половиной под десятку. Ну и естественно в отверстие может увести. Накернивание сильно не спасает, потому что его тоже как-то надо центровать вот в этом вот отверстии. Непонятно как. Ну и в итоге неудобно. Может кто-то знает какие-то более рациональные методы, поделитесь. Но в итоге это все неудобно, друзья. Гораздо удобнее просверлить немножко на небольшую глубину диаметром вот этим. А потом брать уже нужное сверло на восемь с половиной и сверлить. Я вообще-то сверлю сначала маленьким сверлом, а потом на восемь с половиной. Потому что если сразу на восемь с половиной, может разбалтывать отверстие. То есть оно будет не восемь с половиной, а восемь и восемь, например. Это уже к вопросу высококачественной резьбы относится. Так вот, мы просверлили отверстие. Как же нарезать высококачественную резьбу? Если мы возьмем вот эту штуку и сразу будем нарезать, у нас по-любому может куда-то метчик увезти, по-любому. Чтобы этого не произошло, я вставляю в сверлильный станок. Он имеет вертикальность и с помощью него без вот этого вот, То есть так я не делаю. А просто вручную, либо с напарником, кто может прижимать вот этим рычагом. Лично я справляюсь один. Я просто одной рукой прижимаю, а второй рукой кручу аккуратненько за ремни. Либо можно крутить за патрон. И получается вручную нарезаю таким вот образом заход. Далее, не вынимая метчика, раскручиваю патрон. Вертикаль у нас соблюдена и можно дорезать резьбу. Резьба получается, друзья, высококачественная, потому что ничего никуда не уводит. Естественно, инструмент надо высококачественный для этого. Именно в гоночной машине я использую инструмент, который мне подарил Алексей. Это американский резьбонарезной инструмент. Работает очень хорошо. Резьба здесь такая шлифованная, гладкая, нитка в нитку попадает. Не то, что в некоторых метчиках. И всё прекрасно нарезается. Итак, резьба у нас одна готова, что же дальше? А дальше мы берем суппорт, либо другую сопрягаемую деталь. Ступицы я, например, точно также делал. Сначала одно отверстие сверлил, нарезал резьбу. Потом закручивал болтом. Уже даже можно хорошенько затянуть это дело. Ну и что, ребята, и можно нарезать вторую резьбу. Для этого, опять же, большим сверлом, которое практически не люфтит в отверстии, мы делаем лунку. Она нам будет служить центровкой. Потом необходимым сверлом под резьбу мы просверливаем насквозь за один или два за два захода. Ну а потом можно всё это уже снимать и нарезать резьбу. В принципе, можно снимать суппорт или ту деталь, которую вы сопрягаете после того, как отцентровали сверлом. Не знаю, друзья, кажется, наверное, всё это дело очень просто. Но я не сразу к этому пришел. Есть великий соблазн всё накернить. Всё-всё-всё как-то там прицелиться, понакернивать. Потом просверлить все отверстия сразу, потом нарезать сразу все резьбы. То есть, естественно, никому не хочется и даже мне не хочется туда-сюда закручивать, откручивать. Сверлить сначала одно отверстие, используя несколько сверл, надо менять туда-сюда эти сверла. Потом нарезать резьбу, потом получается вкручивать болт, опять всё сверлить, опять нарезать резьбы, разбирать, собирать. Кстати, эту деталь еще не так-то просто разбирать, потому что она у меня тут на горячую. И каждый раз, чтобы снять ступицу, я грею плиту. Стою, минут пять грею плиту. Но во благо качества, стоит этим заниматься. В общем, друзья, вот как-то так. Уже тут я вам показывать не буду, тут главное рассказ. Надеюсь, это было очень интересно и сверх мега полезно. У кого есть свои методы какие-то уникальные, поделитесь в комментариях, я обязательно почитаю. Может быть, буду пользоваться. То есть этим методом получается как бы по месту просверливается всё. И даже если по кругу отверстия просверлены как-то криво, как-то не очень высоко точно, все равно они совпадут. А чтобы потом не мучиться, я обычно помечаю. Здесь еще не пометил, потому что отверстия не просверлены. А на просверленных всё естественно помечено. Ну что ж, друзья, прошу прощения за такое простецкое видео. Но я хотел выделить его, сделать отдельным видео, чтобы написать название. Вот именно такое, чтобы люди смогли найти его, а вдруг кому-то это будет полезно. У меня на этом всё. Кому было интересно и полезно, опять же, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. А я продолжу работать над болидом формулой R1. И еще один нюанс, чтобы резьба была действительно высококачественная, я делаю колодцы небольшие, видите? Потому что если резьба выступает вверх, она может в этих местах вспучиваться, вот так создаваться бугорок. И деталь будет здесь приподнята, то есть прижима никакого не будет. Можно еще фаску здесь такую побольше снять, чтобы лучше прижимало. Отверстие колодца сверлится по диаметру болта или на пол миллиметра больше.